Здравствуйте! С вами программа неделя спорта и я ее ведущая Ильвина Губайдульна. Как обычно в это время на телеканале Универ ТВ я и мои коллеги готовы поделиться подборкой ярких событий студенческого и мирового спорта. Коротко о том, что вас ждет сегодня. Обзор заключительных противостояний Казанского Акбарса и Омского Авангарда в полуфинале Кубка Гагарина. Урал Рубин. Как прошла встреча для казанцев на выезде? Гость студии Кирилл Сарканич. Говорим о региональном этапе чемпионата ССК. Начнем сегодняшний выпуск с обзора игр казанских команд на этой неделе. Непростая полуфинальная серия Кубка Гагарина для хоккейного клуба Акбарс пришла к своему логическому завершению. Последний матч хоккеисты провели на домашнем льду. А вот для футболистов Рубина игра с Уралом состоялась на выезде. Как закончились встречи для спортсменов расскажет Амир Сабиров. 13 апреля состоялся шестой матч серии между Акбарсом и Авангардом. Казанцы были на грани вылета из плей-офф и у них не было права на поражение. Возможно, этот факт и сыграл Барсам на руку. Они выступили практически идеально. Авангард лишь изредка доходил до ворот Тимура Белялова. Казанцы, напротив, контролировали игру. Но забить удалось лишь в третьем периоде. Кирилл Петров отметил свой день рождения двумя шайбами ворота Шимона Грубеца. На шестой минуте он смог замкнуть хорошую передачу Станислава Галиева, который мастерски разобрался с защитником. 1-0 Барсы повели. Авангард всеми силами пытался забить. Снял вородаря и тот же Петров поймал защитников о мячей на ошибке. Выбежал в среднюю зону и поразил пустые ворота. 2-0 Акбарс сравнял счет серии. 3-3. Команды отправились в Казань на решающий седьмой матч. 15 апреля переполненная Татнефть-арена ждала выхода своей команды в финал Кубка Гагарина. Но все получилось не так радостно, как ожидали болельщики. Настоящая драма развернулась в Казани. На 11-й минуте первого периода Авангард вышел вперед. Защитники хозяев не удержали Кирилла Семенова на пятачке. И тот добил шайбу ворота. 1-0. Ровно через 2 минуты Акбарс сравнивает. Артем Галимов здорово отдал пас на Дмитрия Воронкова, который бросил в пустой угол ворот грубица. 1-1. Недолго радовались болельщики на трибунах. А мячи забили под самый занавес периода. Здесь уже не обошлось без курьеза. Тимур Белялов парировал бросок Оливера Каски. Но шайба предательским образом просочилась между ног и зашла в ворота. 2-1. Второй отрезок Барсы привели выше всяких похвал. Сначала Альберт Герулин сравнял счет мощным кистевым броском в дальний угол. А после уже Артем Галимов замкнул передачу Воронкова с щелчком в одно касание. И 3-2. Акбарс впервые в матче повел в счете. Третий отрезок наоборот остался за гостями. Вилли Поко забился неудобный и сравнял счет в этом интереснейшем матче. 3-3. Судьба серии лишилась в овертайме, который оказался последним для Акбарса в сезоне. На четвертой минуте партнеры вывели Оливера Кавски на голевую позицию. И тот без всяких проблем вывел Ястребов в финал. 4-3 в матче и в серии. Казанцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, за которой поборются московский ЦСКА и омский Авангард. Отойдем от грустного и перейдем к чуть более радостным вещам. Казанский Рубин в гостях одержал победу над Уралом в 26-м туре российской премьер-лиге. Гости показали очень качественную игру в первом тайме и смогли забить один гол на 45-й минуте. Дарко Евтич мощно пробил из-за штрафной площади. Мяч рикошетом от штанги залетел в ворота хозяев. Сербский легионер Рубина забил во втором матче подряд. Из отрицательного в первом отрезке нужно отметить травму Хвича Храцхелии. Нападающий повредил связки и был заменен. После перерыва инициатива перешла уже к хозяевам. Они много владели мячом и Рубин действовал лишь на контратаках. Все самые интересные команды приберегли на концовку. На 83-й арбитр ставит пенальти ворота Рубина за фолл штрафной от Уремовича. Игроки эмоционально восприняли такое решение судей, за что Дмитрий Макаров и был удален с поля. В фенальти решился пробить Андрей Панюков, но Юрий Дюпин сыграл надежно и отбил удар с 11 метров. Рубин перешел в глубокую оборону и в десятером смог довести матч до минимальной победы. 1-0. Очень важные очки набирают казанцы. Поднимаются на 4-е место и обходят ЦСКА в таблице. Амир Сабиров в неделе спорта. А мы продолжаем. И сейчас в нашей студии появляется заместитель председателя спортивного клуба «Казанские лобарсы» Кирилл Сарканич. Привет, Кирилл. Привет, Эля. Внутривозовский этап чемпионата ЦСКА подошел к концу. Рейтинги и результаты подсчитаны. И мы плавно перемещаемся на ступень повыше региональный этап. Поделись, пожалуйста, своим мнением о выступлениях сборных КФУ на данном этапе. Ну, хотел бы сказать, что региональный этап прошел успешно. Потому что в этом году у нас принимало рекордное количество участников. Благодаря хорошему проведению этапа внутривозовского. Так у нас было 4 команды по мини-футболу, 4 команды по стритболу мужскому, 2 команды по волейболу мужскому и 3 команды по волейболу женскому. Во всех видах спорта у нас есть призовые места. В некоторых даже по несколько. Считаю, что это успешное выступление, да? А ты упомянул волейбол, у нас как раз есть сюжет про это от Егора Белоусова. Давайте посмотрим. 18 апреля в спортивном комплексе Москва состоялся региональный этап АССК по волейболу среди женских команд. На площадке столкнулись не только сборные из Казани, но и иногородние гости. К примеру, от КФУ играла сборная Челнов. Команда зарекомендовала себя как опасный противник. Первыми их удар предстояло принять девчатам из Академии спорта. С первых минут возникло быстро растущее напряжение. Челны пытались выстроить слаженную оборону. В ответ на это академики открыли счет и перешли в яростное наступление. Вплоть до конца игры баланс сил на поле оставался прежним. Куда были искусны во владении мячом волейболистки Академии, пресекали любое сопротивление. Подобное доминирование могло привести только к победе со счетом 2-0. Полуфинал начался с очередной яростной схватки КФУ и Академии. В этот раз играли уже вторые составы. Проанализировав причины поражения соперниц, сборная федерального на ходу сменила стратегию. И это принесло плоды. Точные броски вкупе со стремительным перемещением по площадке и слаженностью командного механизма позволили вырвать победу из крепких и умелых рук оппонентов. После такого в стане Академии спорта начался разброд и шатание. Волейболистки регулярно пропускали мячи, а те, которые не пропускали, вколачивали в пол на своей же территории. Победа во второй партии далась сборной КФУ-2 гораздо легче. Добившись счета 2-0, волейболистки из федерального реваншировали, одержав победу. Второй полуфинал. Противостояние к не ту КАИ-2 и уже прославившая себя в играх регионального этапа команда от Академии. Авиаторы видели, какая участь постигла предыдущих соперниц сборной Академии спорта и потому отчаянно сопротивлялись как могли. Увы, даже обостренные до предела реакции и нечеловеческие рефлексы не помогли устоять перед натиском Академии спорта. Команда Академии вела с таким большим отрывом, что смогла позволить себе даже небольшой отдых во время второй партии. В какой-то момент у сборной КАИ прослеживалась успешная игра, построенная на натиске и многочисленных пасах, но этого оказалось недостаточно. Постановившийся состав Академии вернулся в игру сходу, вычислил уязвимости противниц, метко накидал мячей и забрал уже вторую за этот день победу. За третье место сцепились команда Академии, второй состав и Кнету КАИ. В яростной борьбе академики, подогреваемые болельщиками, разбили соперниц пух и прах. Девушки с КАИ имели все шансы на победу за счет уверенного начала партии, но так не кстати возникшие конфликты и ссоры разобщили команду, чем тут же воспользовались вездесущие академики второго состава, отвоевав почетное третье место. Борьба за первое место по накалу страстей превзошла все предыдущие игры вместе взятые. Шум, стоявший на трибунах, напоминал барабанный рокот, заряжающий энергией конфликта. Сборная по Волжской Академии билась против команды КФУ. К концу первой партии градус напряжения подскочил до предела. Лидировавшие до этого волейболистки КФУ спутались, растерялись и неожиданно уступили первую партию сборной Академии. Замотивированный в перерыве КФУ ненадолго получил контроль над площадкой, но после пары пропущенных мячей Академия без долгих разбирательств выгнала команду в глухую оборону, диктуя свои условия игры. Увы, но хэппи-энда для сборной КФУ не случилось. Упрямство, взаимопомощь и поддержка оказались недостаточно эффективными методами в борьбе с более подготовленной сборной. Третью победу подряд одержала сборная Академии. Именно им достается титул команды-победителя. Победа вызывает очень много счастья и гордости за счет того, что мы все-таки с девочками собрались и отыграли, несмотря на то, что у нас очень много трудностей было до этого. Егор Белоуцов, Глеб Матим, Неделя спорта. Помимо волейбола, баскетболисты КФУ также приняли участие на региональном этапе. Какие ожидания были у тебя и кто был твоим фаворитом? Я очень надеюсь, что команда «Квартет» у нас пройдет на всероссийский суперфинал, но, к сожалению, ребятам это не удалось. Хотя там собрались очень сильные спортсмены Казамско-федерального. А подтвердились ли ожидания Кирилла насчет стритбола, расскажет вам в сюжете Надежда Дик. 14 апреля на площадке Поволжской академии спорта состоялся региональный этап чемпионата АССК РФ по стритболу, в котором приняли участие команды четырех вузов Казани. Четыре команды от КФУ, две команды к Ниту КАИ, две команды академии спорта и две команды КГУ. В отборочном этапе игры команд «Квартет», «Кара Жорга» и «Саня Никишин» из КФУ не задались с самого начала. В борьбе с командами КАИ и академии спорта они потерпели поражение, в то время как «Мехмат Пауэр» обыграл команду из авиационного института. Но после первых пяти матчей череда неудач федералов, казалось бы, закончилась, и «Мехмат» и «Саня» разгромили команду из энергоуниверситета трижды. Авиационные институты и энергетический университет же шли с равным количеством побед и поражений. Тем временем обе команды академии спорта вырывались вперед, обыгрывая одного соперника за другим КАИ, КГУ, КФУ. Все оставались позади. По итогам отборочного этапа в полуфинал прошли команды «Мехмат Пауэр КФУ», оба состава академии спорта и первая команда авиастроительного института. В первом полуфинале «Мехмат» открыл счет, но академия спорта не отставала и забивала гол за голом. «Мехмат» предпринимал попытки забросить с дальней дистанции, однако безуспешно. Но ребята быстро реабилитировались и добивали из-под кольца. «Мехмат» отличался быстрыми проходами к кольцу, а академия спорта – четкими передачами. У каждой команды на площадке была своя сильная сторона, и никто не хотел уступать противнику. В результате ожесточенного поединка победу одержала команда академии спорта. Во втором полуфинале шла не менее суровая борьба между командой КАИ и вторым составом академии спорта. Игра была такая же динамичная, как и в первом. Оппоненты поочередно постоянно выводили мяч, активно атаковали, пытались забить и защищались. Действительно сложно сказать, на чьей стороне было преимущество, потому что соперники явно стоили друг друга. По итогу победу одержала команда авиационного института с отрывом всего в три очка. За третье место играли команды КФУ и второй состав академии спорта. Было видно, что команды настроены более чем серьезно. В течение матча команды постоянно отбирали друг у друга мяч и пытались забить то с дальней дистанции, то броски из-под кольца. Соперники шли вровень, но было видно, что академия спорта явно подустала, чем Мехмат постоянно пользовался. Кроме того, у КФУ была замена, что тоже не могло не подтолкнуть команду к победе. Неожиданно для всех под конец матча у одного из спортсменов команды академии судорого свело ногу. Он не смог дальше участвовать в поединке, поэтому игра продолжилась два на два. Замены не было. Победу одержала команда КФУ. Мехмат Пауэр. И заняла подсчетное третье место. В финале встретились команды КАИ и первый состав Академии спорта. С первых секунд хозяева площадки начали активный прессинг и забрасывали мячи один за другим. Но соперники не хотели отдавать победу просто так. КАИ в какой-то момент удалось сравнять счет, но ненадолго. Академия спорта от этого лишь начали еще более активную атаку не только под кольцом, но и по всей ширине площадки. Столько фолов, сколько было в этом матче, не случалось за весь период отборочных матчей. Команды то и дело пробивали штрафные броски, но не всегда успешно. В результате Академия спорта вырвалась вперед, выиграла поединок и заняла первое место в региональном этапе чемпионата АССК РФ. Надежда Дик, Диана Жданова, Неделя спорта. Ну и остался самый популярный вид спорта для всех – это мини-футбол. От КФУ участвовали четыре команды. Кто был твоим фаворитом и как вообще прошел путь наших футболистов? Ну, как такого фаворита я выделить не могу, потому что команды были, в принципе, все равны, кто у нас прошел на региональный этап. Но, как показала сама игра, в финале у нас встретились две команды из КФУ. Это был Мёд и Ангар. А как прошел матч и с каким счетом он закончился, расскажет Диана Жданова. 13 и 14 апреля на площадке КАИ «Олимп» состоялся региональный этап чемпионата АССК РФ по мини-футболу. Первое место на данном этапе разыгрывали между собой две сборные Казанского федерального университета, а именно Мёд и Ангар. Прозвучала сирена, и в бой двинулись игроки Мёда. На протяжении всего первого тайма они уверенно ввели мяч, не давая сопернику завладеть им. На любые попытки контратак команды Ангар Мёд отвечал нападением. Хитрые маневры и мощные удары Мёда дали свои плоды. На четвертой минуте Кирилл Николаев отправляет мяч в ворота Амкара. Настолько агрессивная и быстрая игра не прошла бесследно. На поле происходили многочисленные стычки, которые несли за собой небольшие травмы игроков. Это приводило к частым заменам. Стоит отметить, что Амкар был опытнее и старше своих противников. Однако это нисколько не мешало сборной Мёда уверенно держаться на поле. Счет 1-0. С таким результатом команда уходит на перерыв. Во втором тайме Амкар решает отыграться. Долгое время они контролировали мяч у себя, делая постоянные забеги к воротам противника. Но их соперникам каждый раз удавалось ловко отражать все удары. Под занавес встречи обе команды заметно подустали. В итоге игроки Мёда перехватывают мяч и держат его до последнего. Как бы Амкар ни старался, догнать Мёд им так не удалось. Со счетом 1-0 Мёд вырывает победу на региональном этапе АСС КРФ. Подведем итоги регионального этапа и твои ожидания на всероссийский этап, который вновь пройдет в Казани. Домашняя атмосфера поможет? Я считаю, что да, поможет однозначно. Итогом регионального этапа служит то, что у нас одна команда благодаря этому этапу отобралась дальше. Это команда Мёд, она едет на суперфинал. Так что у нас будет представлен мужской футбол двумя командами от КФУ. Итак, друзья, в гостях был Кирилл Сарканич. Спасибо, что пришел, Кирилл. Поздравляем с завершением удачного регионального этапа и желаем успехов на всероссийском финале. Большое спасибо, Эля. А на этом все, дорогие телезрители. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдульна. Еще увидимся. Пока-пока.